Всё, это и всё, такая быстрая инструкция. Я думал, расслабиться, пивка выпить свежего, но чего вы так быстро торопите события. Так, смотрите, как даже красочкой знак нарисован даже. Ну, блин, ну, внимание к деталям, оно решает всё фактически в играх. Ну, вот, дигры это искусство, в самом деле, хотя вроде и говорят, что вот, старые шутеры. Да точно. Договорились. Да не буду я, в смысле, жалеть, конечно, я возьму. Так, я здесь нажимаю постоянно к нему разговор. Завеса времени и пространство не помешают нам. Мы видим тебя ещё в чёрной мезе, в комнате Нихиланта. Это я его постоянно задеваю, буква Е. Нажимаю на клавиатуре. Ты прыгаешь, падаешь, мелькаешь за барьерами. Ф вернее. На короткое время ты здесь с нами. Ты один между мирами. Общность сущности вортов. Это тоже глубокая тайна. Не глубже, чем пустота. Офигенные фразы. Не прощают, ребята. Сколько же у него фраз? Элью, разбивай общие оковы, мы идём одним путём. Мы поём твою песню и будем петь её вечно, вне зависимости от результата. Ты принёс нам безмерное горе и ликование. Мы всё ещё здесь, ожидая твоего последнего удара. Мы лежали у твоих ног, а ты перерезал нить ворта, связывавшую Нихиланта с нами и с жизнью. Острое жало надежды не затупилось со временем. Ибо если пал младший мастер, мы знаем, придёт время пасть великому. Если ты талисман победы, день свободы приближается. Твоё ясное лицо затеняет тёмную маску. Мы зовём тебя родным, хотя твой разум и твоя цель – загадка. Другие глаза проглядывают в твоих. Кстати, важная фраза. Джиммена глаза, наверное. Мы не должны называть её. Да сколько же эти фразы, этих? Мы носили эти тяжкие оковы тысячи лет, но любое мигратство нестерпим. Как часто мы избавлялись от ерма, но оно снова душило нас. Нифига себе, вот эта фраза. Эта война закончится либо победой, либо смертью. Мы больше не допустим компромисса. Да, договорились. Ещё что-то? Мы в самом подле тебя на этой жалкой скале. Путь вперёд сейчас затуманен. То, что ты считаешь жертвой, для нас лишь колебание. Мы не боимся периода тьмы. Мы холст, сотканный из сущности Ворта. Это касается и тебя, если сможешь это познать. Наверное, не смогу. Пока что, по крайней мере. Сколько в тебе, сколько надежд и мечтаний ты вмещаешь. Узри глаза внутри своих глаз, души в твоей душе и познаешь, как много в нас общего. Блин, все разные фразы. Мы есть ты, Фримен, а ты есть мы. Мы победим. Поторопитесь, доктор Фримен. Я вижу твою дуру. Офигеть, я в шоке. Хе, насчёт того, что я задрот. Да, конечно. Ещё чего. Ещё фразы, ещё новые. Ну, уже и поторапливают меня все. Час, погоди. Наш лучший поэт описывает это так. Галум-гал-агил-аба. Скорее отсюда. Нужно сваливать, пока нас не взяли на прицел. Хорошо, друзья. Прощайте, прощайте. Потропитесь, док, нужно сворачиваться. Потропитесь, док, Фримен. Я вижу, Элай был прав на ваш счёт. Скорее отсюда. Нужно сваливать, пока нас не взяли на прицел. Неужели ты ещё что-то новое скажешь? Это же можно вынести, но мы продолжим. Да? Шевелитесь, док, нужно сворачиваться. Сейчас, погоди немножечко. Ага, было это уже. Всё, ясно. Поговорили мы с Вартигонтом. Между прочим, все эти фразы, они вполне осмысленны. Это не просто так набор фраз. Прощайте, прощайте. Обязательно. Обязательно задам. Все они осмысленны, потому что на самом деле ведь Вартигонты это существа, которые живут вне времени. То есть они живут сразу же как бы в нескольких измерениях, в нескольких мирах одновременно. И они не чувствуют последовательность времени. Поэтому все вот эти фразы, они означают очень много. То есть они видят гораздо больше, чем обыкновенные люди или обыкновенные существа. Уху, как ты быстро меня встретил. Нет, так не пойдёт. Куда, куда ты полетел? Погоди. Подожди немного, дружище. Не улетай, прошу. Молю, прошу. Так. Хорошо. Значит, едем дальше. Теперь-то у нас уже получается помех нет. Мы уничтожили. Да я уже не знаю, сколько мы этих вертолётов уничтожили. А может быть это один и тот же, который возвращается, сремонтировавшись. Так, шикарно заехали наверх. Я хочу сломать эту штуку. А, ящичек, конечно, есть. Давайте его подгребём. Не вылезай. Как говорится. Хорошо. Вы смотрите, как пулемёт отлично работает. Это уже совсем другое дело. А то мы едем такие себе весьма ущербные во всех отношениях. Так, тут ничего полезного нет. Такс. Разгон. Ай-яй-яй. Неудачный разгон получился. Как-то что-то у меня в последнее время трамплины не идут совсем. Разворот. Ну, тут, я думаю, всё выйдет. Да. Есть. Так, туда нам не надо лететь. Значит, сюда. Я надеюсь, ничего там не закроется. Правильно? Да, не закрывается. Окей. Так. Тут надо, наверное, вот сюда пришвартоваться и посмотреть, что здесь за подробности. И обстоятельства скрываются. Да что ты... Ага. Вот это уже плохая штука. Блин. Так. Развернуться к ним. Ну-ну-ну. Поработать, красавица. Как ты хорошо поёшь. Так. Ясно. Значит. Значит-значит-значит. Куда теперь? Ну, по крайней мере, с этой воды точно. Ага. Здесь тоже, ребята. Однако развернуться нужно, чтобы уничтожить. Или придётся... Вставать. Нет. Вставать нам не выходит. Красотинушка. Здесь никто новый не выбегает. Всё. Поехали дальше, друзья. Вытолкнем этот ящичек. И вперёд. Ага. Тут поджидают нас... Броневички. Альянса. Ну, куда ты стреляешь так грубо? Нельзя же так поступать. А если мы вот так сделаем? Я надеюсь, там вы все окочурились. Искренне на это надеюсь. Ого. Да у вас там опасные вещи. Нет, друзья. Так. Аккуратно здесь надо действовать. Блин. Не по бокам ещё. А. Ну, мы не можем назад стрелять. Я что-то развернулся зря. Окей. Надо их как можно больше уничтожить. Хотя и не обязательно. Пускай себе стреляют сколько угодно. У нас вроде бы побег. Поэтому будем придерживаться всех этих моментов побега. Ну, давай же. Давай же, картиночка. Появляйся. Да. Печалька, конечно, с этими... ...всеми вещами. 67. Жизни. Ох, да. Опасная штука. Наконец-то у нас хорошая вода, в которую мы можем спокойно себе выйти. Хотя как хорошая. Вы видите, мутноватая такая. Блин. Ого, как нас глушит. Да сколько же вас? Успели. Всё равно успели. Их 11. Опять мы на грани. Фактически, ещё чуть-чуть и нас не станет. И нужно будет перезагружаться. Ну. Гадость. Не сбил его. Значит, там где-то высадит десант нехилый. Так, а меня интересует... Мы ничего там важного не пропустили. Всё-таки езда ездой, а... Блин, а по трамплину по этому это чё? Мы можем наверх туда попасть или как? Конечно, вроде бы у него такой угол не сильно. Я сомневаюсь, что мы за забор сможем попасть туда. Да-да, это как-то нереально. Нереалистично выглядит. Но тогда вопрос возникает, зачем же этот трамплин? В принципе, то. Ясно. Это всё, конечно же, глупости. Не сможем мы туда попасть. А жалко, жалко. Так, здесь тоже у нас ничего важного. Но, по сути, мы разобрались, да? Что здесь важных вещей только граффити и остальные подобные вещи. Туда же тоже мы не можем подняться, насколько я понимаю, да? Ладно. Езжаем дальше тогда. Продолжим наше путешествие. В таком составе. У меня просто жизни очень мало, поэтому я хотел бы их пополнить. Искренне хотел. Но не попадаться на такие вот вещи, которые опасные. Кто-то стреляет уже. Да-да-да. Вы смотрите, кто-то там пасёт нас и стреляет. А, ясно кто. Вот это радость. Офигенно вообще. Понятно. Хорошо, что вообще сохранка. Смотрите, как близко. Совсем. Буквально секунда туда-сюда. Но, тем не менее, эти 11 не сильно подводят. И поэтому нужно дальше быть аккуратными. Потому что мы как-то безалаберно относимся к своей жизни, к своему здоровью. Это нужно исправить дело. И стараться действовать не то, что по обстоятельствам, но стараться действовать как-то более филигранно. Умереть мы всегда сможем. Какая гадость тут. Конечно же. Ну вот мы и применили. Подствольник. Надеюсь, хватает вам, ребята? Да, хватило и этого. Теперь у нас 36. Здоровья, поздравляю. Ну что-то... А, есть ещё ящик. Какой-то такой звук интересный. Как будто колокольчики. Ээээ, чё ты не лезешь. А, понял. Здесь кто-то что-то рисовал. Какие-то рисунки Леонардо да Винчи. Кстати, кстати. Ну да ладно, это, наверное, тема для другого вопроса. Да, сериал. Новый сериал Леонардо да Винчи, который вышел. Ну, что вам сказать по его поводу. Дэвид Гойер, его создатель. Это тот же, кто создавал сериал. Весьма интересный сериал. Потом, конечно же, его запороли. Но, тем не менее, задумка была интересная. Жалко, что закрыли. Могли бы и продолжить. В качестве хотя бы того, как решить всю эту проблему. Продолжить. Потому что она закончилась, по сути, ничем. Сериал. Сериал. Мгновение грядущего называется, да. И вот он создал же этот да Винчи. Ну, скажем так, исторический сериал. Похож на Борджа, в принципе. Но там больше элементов такого детективного. И мистического. Так, все же меня волнует этот вопрос. Насчет того, сможем ли мы наверх туда попасть. Наверное, нет уже. Ладно. Все, возвращаемся, в общем, назад. Я просто не могу понять. Вау, 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 вау. Нет, 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 нет. Это что происходит? Нет, 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 нет. Фух. Офигенно мы попали с этим да Винчи. И сериал, по сути, очень сильно вдохновлен тем, что фактически в начале 2000-х годов нашли многочисленные дневники да Винчи. Там около 2000 страниц вроде бы записи его. Рисунков, куча, куча других подробностей, которые показывают этого весьма своеобразного человека своего времени. Да что там сказать? Эйнштейна своего времени. Гения, не знаю. Гения из будущего, если так просто объяснить. Другого объяснения, честно, не находится, потому что то, что он придумает, то, что он вообще, ну, судя по его описаниям, создает это невообразимо, скажем так, для своего времени. Это было просто революционно. Хотя, несомненно, были гении и раньше, которые придумали какие-то сверхвещи, но все-таки здесь какая-то концентрация, сумасшедшая концентрация такая изобретений. Окей, мы продолжаем нашу игру. Ну, так вот, сериал, ну, так, начали классно. Оно, правда, неплохо вообще и продолжается. Но в пятой серии, по-моему, чуть-чуть там уже переборщили и начали создавать серии ради серий. То есть какое-то одно событие ради серии. Вроде основной сюжет продолжает. Интерес поддерживается, но все равно есть уже какие-то определенные нарушения. В общем, посмотрим, как дальше будет. Ну, вообще, для любителей всего подобного, как вот мгновение грядущего, для исторических сериалов. Между прочим, историческая точность, само собой, ясно, что там много надуманного, но, тем не менее, относительно историческая точность соблюдается. Скажем так, многие моменты учтены. По крайней мере, действующие персонажи практически все, те, которые действительно жили, и судьба их сложилась более-менее так. Ну, за исключением мистического момента, конечно же, можно вполне себе смотреть это как часть истории. Хотя весьма приукрашенной, замолодеженной, но и историей. Окей. Блин, главное далеко не отъезжать, потому что мы можем нарваться на огонь, а огонь, вы видите, как нас сильно палит, и у нас, опять же, жизни почти в ноль. Тэк, тэк, тэк. А вот это опасно их пропускать, потому что они скатываются... Еще не хватало. Нет, нет, нет. Так, вы когда-то прекратитесь, или они тут бесконечно? Не нужно... Так, друг, все? Там никого уже нет? Вот, я надеюсь. Теперь мы можем спокойно себе повернуть и поехать дальше. И к чему я вообще привел про этот сериал в прохождении Half-Life? Потому что Half-Life тоже очень весьма оригинальная, весьма весомая, солидная идея по поводу всех вот этих измерений, по поводу времени, будущего, прошлого. И, кстати, идея, которая в Da Vinci, как бы сказать, раскрывается. Та же самая, что в отношении Вартиконта, что они одновременно живут в нескольких измерениях, то есть фактически чувствуют таким вот интересным образом время. А, да, ну вот пятая серия с графом Дракулой, там очень сильно своеобразная. Какая-то она странная. Такс. Есть ящик, да. Попался, отлично. Отлично, что ящик у нас попался. Хорошо, вот это совсем другое дело. Давайте, наверное, пешочком пробежимся, посмотрим, что там за какие вещи валяются, где, потому что здесь какое-то странное такое болотце. Наверное, какие-то можно еще дополнительные... Эээ, да. Эээ, я сначала подумал, что это может просто какие-то ящики там стоят. Нифига подобного. А вот и замануха. Серьезная замануха. Сможем ли мы обойти? Жалко, что нет никаких гранатометов таких, что можно с броневиками с этими покончить. Ух ты, а тут еще... Ага, я помню этот момент. Да, да, да. Тут сложности очень серьезные возникают, особенно когда... Короче, здесь нужно найти путь в это подземелье, чтобы потом с трамплина перепрыгнуть в трубу. Ох, я помню, здесь морочился. Ох, и морочился. Такс, они долетают до нас буквально, ракеты. Ага, через этот контейнер, значит. А там, да, там нужно сжечь. Пробить себе вход. Все, бежим назад, садимся на мотоцикл, и вот таким вот путем вылазим отсюда. Сложная вещь. Если бы я уже когда-то давно-давно не проходил игру, я бы, наверное, попал в просаг. Так как с броневиками даже не знаю, что делать. Может быть, можно с пулеметом их замочить, но давайте не будем вернутой заниматься. Мы все-таки вроде бы убегаем. Пока что не время заниматься борьбой. С альянсом время убегать. Вообще, о времени интересно поговорить. гораздо более подробно, потому что оно очень тесно связано с пространством. Мы когда говорили... А, это мы говорили, правда, во фрилансере. В общем, да, нужно отдельно поговорить. Ай, что ж ты? Давай быстро нужно работать. Ракеты летят, ты что? Фух. Прорвались вроде бы, прорвались. Теперь вот сюда только завернув, мы будем вне зоны досягаемости. Теперь главное правильно четко быстро разогнаться и попасть туда, куда нужно попасть. Да, все, мы спасены. И теперь... Отлично. И теперь, 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 куда, куда теперь? Все какое-то одинаковое. Ага, туда в тот туннельчик, наверное. Здесь, может быть, что-то интересное найдется. Нет, разворачиваемся. В общем, нам нужно, да, действительно, в тот туннель здесь ничего интересного. Ну, и знака, так как нигде нет отображения, значка, то нигде, соответственно, мы не можем получить... Блин. Да что ты, ты, кажется, мы, кажется, как пьяный. Нигде не можем получить дополнительные аптечки и все остальное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!